Привет, с вами Маковка и в этом видео мы расскажем про супер пластик полиморф. Этот пластик сильно отличается от привычной полимерной глини, в его основе вещество поликапролактон, уникальный материал, который становится супер мягким при нагревании и безумно прочным при остывании. Если раньше их приходилось заказывать в иностранных интернет магазинах, то сейчас полиморфус можно купить в Украине. Как вы, наверное, догадываетесь в магазине Маковка. Дальше мы посмотрим, как работать с полиморфусом и сделаем несколько интересных вещей – кабошончик, помею и молок. Итак, у нас есть 50 грамм полиморфуса в комплекте с пигментом. В данном случае это черный пигмент, он нам понадобится для камеи. Пластик фасуем в виде маленьких шариков, похожих на сахарные гранди. И все, что нам нужно для работы – это горячая вода, нагретая чуть более 60 градусов. Говорят, что полиморфус абсолютно безвреден. Я все равно взяла старенькую кастрюльку для своих экспериментов. Просто высыпаем гранулы в горячую воду и ждем. Вообще изначально его использовали в медицине, у него много всяких применений. нас, конечно же, интересует область камеи. Смотрите, под воздействием горячей воды наши гранулы становятся прозрачными. Они не только прозрачные, но еще и липнут. Если помешать, они все слипаются в одну такую вот кучку. Нам надо дождаться, пока весь пластик станет абсолютно прозрачным. О, я вам сейчас что-то покажу. Вот в таком виде, когда они очень размягченные и горячие, гранулы становятся очень-очень липкие, липнет практически ко всему. Вот в данном случае, смотрите, как оно прекрасно прилипло к нашей кастрюльке. Достаем пластик, он немножечко горячий, но вполне терпимо. Теперь из него можно что-то слепить. Самое интересное, что к рукам он совершенно не липнет. Вам видно, пластик стал совершенно прозрачным, и его можно растягивать, рвать, лепить, все что мы хотим. Немного туговат в работе, по консистенции он более тугой, чем полимерная лягкая глина. Причем, что интересно, когда катаешь шарик, не бывает расслоений, таких как при работе с глиной. Поверхность всегда плотненькая, без каких-либо дивектов, скажем так. Нужно очень быстро лепить, потому что очень быстро остывает сам пластик. На самом деле, есть всего несколько минут, чтобы что-нибудь придать нужную форму глине. Вот пока пластик мягкий, его можно рвать. Вот я сейчас с легкостью отрываю кусочки. Видите, он растягивается и с легкостью отрывается. Отлично оставляется вмятенькие всякие бороздочки, пока он мягкий. его с легкостью можно утончать. Ну, как-нибудь вот так вот тоже можно получить что-то интересное. Причем, что интересно, по мере застывания пластика приобретает снова свою твердость. Вот смотрите, здесь уже остывший кусочек и намного труднее его порвать. Уже требуется приложить усилия, чтобы оторвать этот кусочек. Помните, какой легкостью мы отрывали раньше, а сейчас? Сейчас уже практически невозможно оторвать. Вот это очень интересное свойство данного вещества поликапролактон, безумная прочность. Причем по мере остывания пластик приобретает свою непрозрачность, он становится непрозрачным. Но если положить кусочек застывшего пластика обратно в горячую воду, он снова станет мягким. И снова можно будет из него что-нибудь слепить. То есть пластик многоразовый. Итак, термопластик весьма плотный, податливый материал, на котором прекрасно делаются отпечатки. И с другой стороны он отлично проникает в мелкие бороздки, позволяя создать фигурки с очень четкими граммами. Это отличное свойство мы используем для создания кабошонов, коней и различных слепков. Возьмем кусочки пластика и заполним ими форму для создания кабошончиков. Я решила создать розочку и, наверное, еще сделаю эйфелеву башню. Работаем очень жидко, поскольку пластик очень быстро остыл. Пластик отвердеет и белеет буквально на глазах. Немножко отложим ее в сторону и приступим к созданию отпечатков. У меня листик розы, свежий листик настоящей розы. Возьму немного красителя черного цвета. У нас есть уже размягченный кусок полиморфуса. Теперь мы туда добавим несколько грамм черного цвета. Они немного полежат в горячей воде, станут тоже мягкими, и мы сможем окрасить ими исходный кусок пластика в черный цвет. Следим за тем, чтобы водичка была постоянно горячая. На самом деле, в ходе работы я ее несколько раз нагревала. Пигмент становится мягким и теперь его можно смешивать с пластиком обычным способом, таким, как вы перемешиваете глину. На фоне белого полиморфуса очень интересный браморный окрас. Но, к сожалению, он таким прозрачным и с красивыми полосочками не останется. По мере остывания он, конечно же, станет непрозрачным. Обратите внимание, что руки у меня чистые. Данный краситель он красит только пластику. К счастью, мои руки остаются чистенькими. И что еще важно, полиморфус – это материал биоразлагаемый. Через короткое время в земле или в воде материал полностью разлагается под воздействием бактерий. Именно поэтому он не подходит для изделий в аквариум, потому что через некоторое время бактерия аквариума просто его съедает. Итак, наша основа готова. Положим ее на клееночку, чтобы не прилипало. И сейчас мы сделаем слепок листика розы. Я хочу, чтобы мои прожилки выступали вверх. Посмотрим, получится так или нет. Опять же, через клееночку немного надавлю. Через клеенку по двум причинам. Чтобы не прилипало и чтобы не оставлять следы от пальчиков. Снимем листики, посмотрим, насколько четкие прожилки. Вот вам хорошо виден результат. Выпуклая серединка не получилась и линии не очень глубокие. Зато, если положим листик тыльной стороной вверх, то слепок получится более четкий и линии будут хорошо видны. А еще я сделала слепок листа лилийных и он очень хорошо, очень четко получился. Линии очень хорошо видны. И отпечаток потом можно этот использовать. Для работы, например, с фоамираном. Вернемся к нашим кабошончикам. Они полностью затвердели, стали непрозрачные, беленькие. Сейчас я их достану и покажу вам, что получилось. Такие миленькие кабошончики и эфелева башенка и розочка. Можно их приклеить на какую-нибудь открыточку, альбомчик или еще что-нибудь украсить. А сейчас возьмем силиконовую форму для камеи и сделаем камейку из полиморфуса. для начала возьмем кусочек белого пластика и заполним им в форме слепок девушки. можно немножко примерить, сколько потребуется пластика, потом лишнее оторвать, снова его разогреть хорошо и уже четко зная, сколько потребуется материала, положить его в основу. Затем берем черный пластик и заполняем им оставшуюся часть формы. Это будет основа камеи. Так хорошо его размягчим в горячей воде и после этого его просто приложим к белой части, которая уже находится в форме. Вся прелесть полиморфуса в том, что он отлично клеится сам к себе. Никакого клея дополнительно не нужно. Главное, чтобы пластик был хорошо разогрет. Причем это можно сделать как водой, так и огнем, горячим феном, горячим воздухом или другим способом, который можно нагреть пластик до температуры 60 градусов. еще раз надавлю через клееночку для того, чтобы избавиться от отпечатков пальцев и получить как можно более гладкую поверхность. Та-дам! Наша камея практически сразу готова. Не надо ни запекать, ни каких-то дополнительных действий кожи. Так легко и просто приложил пластику в форму и все. Осталось немножечко ее усовершенствовать. Убрать недостаток формы. Я хочу, чтобы основа была немножечко шире и красивее. Для этого нужно взять маленький кусочек пластика и добавить его. Вот таким образом. я использую горячую воду. Буквально несколько секунд пластик становится мягким и очень легко приклеивается к основе. Причем, хочу заметить, что приклеивается совершенно без каких-либо трещин. А теперь зажигалкой размягчим непосредственно край шип камеи. Для того, чтобы придать ей более овальную, более ровную форму. такую, как мы хотели. Как вы понимаете, при помощи зажигалки мы можем размягчить какой-то участок нашего изделия и таким образом исправить его или придать ту форму, которую нам надо. Также при помощи зажигалки можно поверхность изделия нагреть для того, чтобы приклеить один кусочек полиморфоса в другом кусочку полиморфоса. Либо для того, чтобы нагреть и убрать какие-то ненужные складки или отпечатки пальцев. Итак, легко и быстро мы с вами сделали интересные штучки. Замечательную камею, кабошончики, молд для того, чтобы потом можно было на нем сделать отпечатки. Пробуйте, вам обязательно понравится. До скорых встреч! Подписывайтесь на канал Маковка. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok